В Шавкарском районе в рамках Аул Аманаде представлено 130 проектов. В настоящее время из них 65 одобрены, 11 уже заработали. В основном участники программы – жители сельских округов района. Кроме того, в целях поддержки сельского хозяйства в районе реализуется ряд других интересных проектов. В Калужарском сельском округе, расположенном в 45 километрах от райцентра, успешно реализуется проект Аул Аманаде. С начала года разработаны 17 проектов. На сегодня пятеро из них получили одобрение и уже начали бизнес. Наша сельчанка Гульжанат Алпамас Козы на сегодня открыла цех по производству кондитерских изделий. Ее продукция популярна среди жителей. Стоит отметить, что по программе Аул Аманаде в селе будут реализованы проекты по запуску теплицы, разведению птиц, швейному делу, открытию парикмахерской. Заявки уже приняты. В ближайшее время сельчане начнут работу. Жительница села Гульжанат Амангельдеева уже шесть лет готовит различные сладости из мучной продукции. В этом году она приняла участие в проекте Аул Аманаде и получила кредит. Так мать-одиночка из села открыла свое дело и наняла ряд работников. Я получила кредит по проекту Аул Аманаде. Сумма составила 5 миллионов 500 тысяч. Эти деньги я использую для продвижения своего бизнеса. Купила две печи, два миксера, холодильники. Мои торты и хлеб очень любят мои односельчане. Продукция пользуется большим спросом, так как я решила параллельно с кондитерскими изделиями готовить и фастфуды. Сама не успеваю, поэтому приняла на работу трех помощниц. В целом большинство желающих открыть бизнес на селе – молодые люди. Ответственные специалисты регулярно консультируют их по вопросам подготовки документов. В этом году 18 молодых людей пожелали открыть бизнес. Пока три из этих заявок одобрены. Кроме того, реализуются новые проекты. В рамках поручения озвучено главой государства послание народа Казахстана. Мы объезжаем все сельские округа и населенные пункты в рамках информационного проекта «От молодежи к молодежи» и по поручению Акима района Жанбулата Житиханова. На сегодня по Шалкарскому району 13 молодых людей подали заявки на участие в проекте «Аула Маната». Три заявки одобрены, остальные рассматриваются. Основным занятием сельского населения является животноводство. В этом направлении есть постоянная поддержка со стороны государства. Так, крестьянское хозяйство, действуя в Карахбулаке, с 1999 года расширилось при поддержке в рамках государственных программ. Владельцы хозяйства заготавливают около 3-4 тысяч тонн сена в год. Таким образом, они самостоятельно обеспечивают зимний корм для животных. В 2018 году в рамках программы «Сыбака» на 50 миллионов тенге из России я привез 80 голов коров. При поддержке «Газокрофинансы» в 2002 году купили два трактора «Рулоновый пресс» «Косилку». Теперь сами себя обеспечивают сеном. Остатки будем продавать в соседние села. В этом году по району в рамках госпрограмм закуплено около 200 голов крупного рогатого скота. Выдано кредитов на приобретение 534 овец и коз. В нашем районе зарегистрировано 58 тысяч колов кораэс и 133 тысяч овец и коз, 53 тысячи лошадей, 14 тысяч верблюдов. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост по всем направлениям. Те, кто получил кредит по Ол-Аманаты, также завершили весенние полевые работы. В рамках проекта Ол-Аманаты на берегу озера Шалкар войдены земельные участки двум начинающим предпринимателям. Также идут работы по товарному кредитованию. 44,7 выделили 394 головы скота. К слову, 65 заявок наших шалкарцев одобрены. Они получили кредиты и уже начали работу. А в части орошения отдаленных пастбищ вырыто 4 скважины. Для полного завершения работ на данной территории нужно финансирование. Поэтому заявки по этим работам рассматриваются. Владимир Федотов, Эдежан Жасуланов, телеканал АКТУБЭ. Субтитры создавал DimaTorzok